На ПБС украл бутылку водки и выпил. Ему сколько лет? Полтинник. Полтинник? Он бегает 200 метров на хорошее время? Сколько у тебя детей? По разным системам отсчета от 3 до 4. Тюлень у кого в нашей байдарке перевернулся. Там разные отзывы были. Кто-то говорил, что весело, кто-то, что нахрен матерится. Мы сели, прошли по порогам, перевернулись. Мы брали водку, закуску. Друзья, позвольте вам представить на наш канал Максима Машкова. Привет, Максим, дорогой. Привет. Надо сказать, что мы только что познакомились в реале. Только что. Никогда не виделись. Никогда не виделись. Хотя много переписывались. Такой же, как в YouTube. Что касается меня, то я впервые познакомился с Максимом. Виртуально познакомился, когда стал ходить на байдарках сам. До какого-то момента я ходил с родителями. Мы ходили простенькие речки до второй категории, не больше. Ворогов родители боялись. Переворота байдарки тоже очень боялись. Это было такое, как бы, ну, спасжилетов мы не носили. Вот, ходили как есть. Ну, и обычно ходили либо по озерам, либо по очень спокойным рекам. И тут вот я, когда сам стал водить группы, я начал тоже с того, что водил по спокойным рекам. А потом вдруг как-то смотрю вокруг, вот туда-сюда, Шварц там появился, ученик в 57-й школе, который, значит, в 94-м году ее закончил. Ну, и он занимался очень серьезным водон-туризмом. Ну, я думаю, что, я вообще плаваю это всю жизнь, ну, что, я не научусь на порогах, что ли, плавать. Ну, и начал где-то в 97-м году ходить уже на пороге. Вот, и вот в 98-м весной мы, хулиганы, мы брали водку, закуску с Тонисом, Кареном и Саакяном. Ну, и, короче, мы вот совершили, Надя Фрейдберг еще была, помню, первый поход по малой сестре описали. Прошли в малую сестру и написали отчет, в котором каждое третье слово было матерным. Веселый такой отчет. И я, значит, смотрю, отчеты бывают вот где-то в библиотеке Максима Машкова. Как библиотеки? Библиотеки в то время были только печатные. Но у Максима уже в 97-м, как я понял, году была библиотека электронная. И вот я присылаю и говорю, Максим, а можно опубликовать этот отчет? Ну, Максим посмотрел, опубликовал. Ну, там разные отзывы были, там кто-то говорил, что весело, кто-то, что нахрен матерится. А потом второй раз пошли на льняную и на мсту. И это была такая связка. Это был очень спонтанный поход. Еще утром этого дня мы не знали точно, что мы идем. Точнее, состава точного не знали. И вот мы рванули на льняную, потом пошли по мсте, шли на ломаной КНБшке и тоже кинули Максиму отчет. Максим опубликовал, потом пишет, посмотри на свой рейтинг. Он худший из всех писателей, осторожнее с матом. Вот так вот мы и познакомились виртуально. Что-то этот я читал, глаза лезли на лоб. Но замечательную фразу про то, что ничего я им не сказал, а молча сидел и мучился, я запомнил на всю жизнь. Это там был персонаж один. А, тетя с собаками. Тетя с собачками. Да, да. Это было. Но поход был выдающийся. Поэтому я с удовольствием, что он есть, что так тоже ходит. Мы-то ходили по-другому. Ну, по-человечески, да, все? Нет, ну, у нас серьезная, обычная, как там, турклуб МГУ. Там учат, там проводят занятия. Не так, как полчаса через 15 минут. Там у людей есть отчет, там готовят суда. Судна, ну, короче, лодки готовятся, все такое. Поэтому все приключения, которые здесь, они как-то минуют нас мимо. Поэтому ты смотришь, тут живут же люди. Вот. Может быть, в этом тоже есть какой-то смысл. Мы сели, прошли по порогам, перевернулись. Ну, это штатный область. Вот. А туристический отчет, это было вообще первое, что у меня в библиотеке оказалось. Потому что книжки книжками, их надо добывать. А отчеты я писал сам и тут же собирался. А в каком году все появилось? В каком году была основана электронная библиотека? Тогда же это было вообще невероятно, да, себе представишь? Она была основана в 1990 году, но никто об этом не знал. Потому что она была библиотекой Машкова. Библиотека Машкова, да? Вот. А в 1994 году я ее из Машкова сделал всемирной, потому что выложил в интернет. До этого она на моем домашнем компьютере. А, ты на компьютере просто собирал электронные тексты. Я на компьютере собрал, а потом освоил хттп или хтмэль. И там бац, и все выложил. Там отчеты были чуть ли не первым наполнением этого дела. Вот так, вот так. А закончил ты школу номер 57. В 83-м году. Мансветов. Мансветов, Фиал, Кондицер, вот эта вся гоп-компания, наши люди. Но они на фистик пошли, а мы как-то в Мехмат рванули. У Мансветова я на ПБС украл бутылку водки и выпил. Поэтому я его помню. Да. Вся гоп-компания, хорошо, ты зашла. 57-я, кто учил? Да, кто учил, 80-й-83-й год. Мы поступили в 80-й год, и нас учил, меня учил физика, лисенкер Игорь Гиршевич. Говорят, что он нынче какой-то там главный по израильским физическим олимпиадам. Ну, сведения примерно 15-летней давности, но я это считаю, что почти сейчас. Да. Математик у нас был Шпилерейн. Кто? Шпилерейн Марк Иосифович. Я не знаю, куда делся, как он... Я даже не слышал про него. Шиня еще не было, да? Был какой шиня. Нет, да? Вот. И потом, когда... После него еще Алексей Новодорский, нынче директор этого сабора. А-а-а, его сын учился у нас в классе, наверное. Петя. Петя учился у нас, ну, а у нас как бы он такой был... Ну, не в моем классе, а в моем подшефном классе. А, представительный такой, вот он нас доучивал два последних года. Ну, вот наши троицы. А-а-а. И параллелем был еще Борис Петрович Гордон по этим самым, забыл по каким делам, то ли физика, то ли математика. И это были у нас два студента, Егор и Вера, фамилии которых мы никогда не знали, потому что мы им говорили... Егор. Ты, Егор, привет. Да, да. А они нам всегда говорили вы. Вот, как бы там, и это было так... Прикольно, прикольно. Мы у нас... У нас на вы только, ну, не знаю, Шинь, обращаясь к кому-то на вы, выказывал свое раздражение. То есть, вы должны быть тот, значит, человек чувствовал, что Шинь им недоволен. Это были наши студенты, у параллеля был Мамонт. О! Да, как бы параллельный класс. Да, да. Вот, Веру я нашел в Фейсбуке несколько лет назад. Она как-то там есть, но ее там нет. И это вот все, что осталось. Ну, и, конечно же, у нас был бессмертный, вечный физрук. Ну, конечно. Ну, конечно, да. Конечно. Так у него дача тоже в Снегирях, как у меня. Да. Ну, вот. Он, да, он, я помню, что еще... Да, наши любимые физрукты. В 90-м году... У нас была физика и физкультура. Да. Для кого-то стало любимым предметом. Я научился подтягиваться, по-моему, 16 раз. Джемс Владимирович Ахмеди его звали. Он был турок, да, или перс даже. Он был перс. Перс, перс, да, 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 да. Я пришел сдавать документы, пустую 57-ую школу, где никого не было, и папа, знаешь, на какой-то банкетке стоял... Да. Ахмеди? Да. Да. Ну, я же не знал, кто он такой. Он говорит, строго спортом занимаешься. Говорю, фехтование. Шашлычник, значит. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. чтобы восемь раз подтягивался, да, и он так это серьезно сказал, что я это запомнил, и тем же летом, еще не поступив в школу, начал тренироваться, и уже к первому классу подтягивался. Ну, к восьмому, да, к этому? Ну, к восьмому, уже шесть раз выяснилось, что только два. Вот такая у нас была школьная физкультура. Выяснилось, что два что? Ну, как бы, оказалось, что я подтягиваюсь два раза. А, остальные разы ты дергаешь этими самыми ногами. Остальные я дергаю, да, да, да. Здравствуйте. Спасибо, спасибо, удачи вам. Спасибо. Вот такие наши преподаватели. Да, да, Джеймс мне велел, значит, меня заставлял отжиматься прямо в кабинете директора на собеседование у директора. Он говорит, что такое, какой ты весь, как же он мне сказал, рахитик, рахитик, что ли, как так назвал, говорит, ты, наверное, вообще это самое, ничего не умеешь, да, я говорю, да нет, ну, в принципе, я умею отжиматься. Ну, подтягиваться тоже немножко умею, я умел три или четыре раза подтягиваться. Он говорит, сколько раз ты отжимаешься? Я говорю, ну, двадцать раз легко. Что? Давай. И я спокойно отжался у директора в кабинете двадцать раз, он такой, ну, ладно, хорошо, хорошо, я тебя научу правильно отжиматься, ну, молодец. Вот, и потом, значит, да, я тринадцать раз подтягивался, я сорок раз отжимался к концу школы, имел хорошие оценки по физкультуре, очень, и очень, у меня были очень хорошие отношения с Джимсом. Тем не менее, у нас в нашем классе было несколько совершенно безнадежных людей, которые как физкультуру не потянули, так и не тянули. Он их, конечно, мучил, гонял, но даже он не смог из них построить физкультурных детей. Ну, вот, какое мое было удивление, когда, значит, десятый класс нам выдает дипломы, а в дипломах у всех, ну, я уж не помню, еще там нам дали, аттестаты об окончании, у этих наших рахитиков по физкультуре была пятерка. Пятерка, да? Да. Пошли выяснять, выяснилось, что наша классная руководительница переписывала журналы оценки, ну, ошиблась. Она вот у всех наших рахитиков, и у меня, кстати, тоже, у меня была четверка по физкультуре, у меня по физкультуре в аттестате пятерка, хотя, значит, в полугодиях пять. Как интересно, а? Джеймс никого не боялся, он боялся только нашу классную преподавательницу. Вот какие-то у них были такие странные отношения. А кто это была? Зинаида Родина. А, я застал ее. Вот она как-то вот. Я ее застал, да. Да, все его боялись, с кем-то он был за панибрата, значит, она его не знаю, чем взяла. О как, да. У меня даже похвалка была по физкультуре. То есть у нас был блатной класс. Да, круто. У меня был Раф, Рафаэл Кауныш Горден, классным руководителем. Да, Джеймс, а еще, вот, кто наверняка у тебя тоже вел, это Блюмина. Или нет? А что она вела? Литературу и русский язык, но если бы она вела, то ты бы знал. Наверное, она позже пришла. Да, она из второй школы пришла. Но это был эпический учитель, эпический. Но мне было тяжело и больно, потому что я очень был, ну, как бы сказать, я чрезвычайно инфантильный был. Я не понимал, не понимал, что там надо обсуждать, там, какие-то классические произведения надо было обсуждать, какие чувства у героев, а я не понимал. Ну, что-то, возьми, ну, не любимый предмет литературы. Ну, да, ну, я чувствовал, что ее все, на нее все смотрят, ну, просто как там вообще. Ну, книжка, ну, прочел. Ну, прочел еще там 200 книжек за учебный год. Ну, 300. Я в результате просто издевался. Я, значит, Саватеев, скажи, пожалуйста, почему Балконский не чувствовал боли, идя сквозь лес, хотя ветки христали его по голове. А я сидел там что-то рисовал, он говорит, ну-ка, Саватеев, скажи. Я говорю, ну, а, наверное, он был в защитном шлеме. Класс лежит, а меня выгоняют из класса. А, еще один раз вот что было. Она меня не выгнала, но она думала, избить меня или улыбнуться, все-таки решила улыбнуться. Она задала учить о подвигах, о доблести, о славе. Я поднял руку и сказал, все три стихотворения к следующему разу. Да. А походы, в походы вы ходили тоже, да, конечно? Мы ходили, а я... Как следовательно. А ты не ходил? Я пошел в поход впервые, по-моему, на втором курсе где-то так. То есть я кончил школу, вся вот эта тусовка наша. Они играли на гитаре, они пели, они ходили в походе. Да, да. Я был ботаник, я ничего этого не знал, боялся и не сувался в эти дела. Мы единственное, выезжали иногда, когда вот весь класс едет совсем, когда я там был. А если едет группа, то это без меня. А-а-а! У меня начались, походу, у меня начались на них мафии. Вот там, походу, пошли в полный рост. Это уже турклуб? А вот даже я научился играть на гитаре, опять же, в то же самое время. Я все в школе, вот это у меня все школьные этапы, да, школьная, все седьмая, да. Я все в седьмом начался. Ага. Люблю самостоятельное обучение. Вообще-то мысли к этому слову. А на какой кафедре ты был? Теория функций, функциональный. А, в функкане. Да, в функкан. У кого? Вот это все. Ну, Лаврентий Ва. Потом Лаврентий умер. Где-то там, в конце, меня передали Балашову. Это сын, да, Великого Лаврентия? Или внук, я забыл. Наверное, Петр Ульянович. А, нет. Он в завкафедре был. Нет, тогда вообще не уверен, что это та семья. Лаврентий сейчас. Ульянов был? Ульянов, да. Петр был Ульянов, да. А-а-а. Вот Ульянов был моим на учебной войне. А, все-все-все, я понял, да. Точно. Лаврентий у нас матанали свел. Да, Лаврентий был все-таки сын, по-моему, Великого Лаврентия. Я-то был сын, который не бесит себя с тонким голосом. Я помню, я помню, я помню обоих. У Ульянова был очень угрюмый взгляд. Такой из-под логи. Я помню их обоих. Но я был на алгебре, на кафедре алгебры. Вот. Но я потом, у меня все сложно пошло. То есть я, как бы, алгебреческую диаметрию я не освоил на мехмате. И в аспирантуру меня мой руководитель не взял. И я пошел в РЭШ, в Российскую экономическую школу. И дальше начался новый период в моей жизни, собственно. Но зато ты занялся после этого математикой. Они меня там в аспирантуру взяли. Я там отучился, закончил. И все, как бы, щелкал. Защитился? Не, не стал. Я там в ГОСС сдал, что там нужно экзамен назначить. И после этого пошел работать. Институт системного анализа, программированием, системным администрированием, интернетом и всем делом. Интернета? А, который уже появлялся. Когда пошел работать, кстати, интернет еще не было. Но компьютеры уже были. Компьютеры уже были. Компьютеры были советские наши. То есть мы работали на советский компьютер. В 83-88 ты закончил МГУ, а в 90-е ты пошел работать. Где-то с 91-го года я нравился. Да, и начал вести этот самый. Начал вести библиотеку. А, ну, дома. У всех остальных компьютер был персональный. А у нас были советские компьютеры. Они были многопользовательские. Это были Unix рабочие станции. Многотерминальные. С общим серверным диском. Я туда прихожу, а там книжки. Там книжки чужие, которые там от старых лидеров остались. Я все собрал. А-а-а. Да, и присвоил себе. Надо же книжки найти. А-а-а. Там в ней была... Ну, как там, на мехмате. Ты застал микромир вот этого математического обеспечения. С текстовым редактором и системой организации списков и остального. Я, к сожалению, совершенно не... Вот с программированием... Я как-то всю свою жизнь сумел вообще от него воздержаться. Да. Я не знаю, как это удалось, но вот оно и удалось. И уже... У меня как раз наоборот. Вот я учился на мехмате, а там зацепил занятия по программированию. Там системы микромир. Текстовый редактор, в котором ты сидишь, редактируешь, и тут же у тебя есть кросс-ссылки, по которым ты можешь ходить и организовать для себя проекты. Мне эта штука настолько понравилась, что я, когда пришел на работу, а там вот точно такой же редактор, только назывался по-другому, он мог делать то же самое. Я с мехматом пришел в рабочую пространство на работу, ничему не приучиваясь, вот, один в один, все, чтобы работать. Когда я с работы перешел на настоящие зарубежные юниксовские компьютеры, там ничего этого не было. То есть представь, мехмат МГУ, 80-е, там, 83-е, все есть, что нужно нормальному человеку, чтобы вести проекты и редактировать тексты. Гипертекст там был, только он не был гипертекстом, там было как бы кросс-линкование. Приходишь в мир юникса, где есть все остальные, там какое-то угробище полнейшее сидит, нет ничего. И я себе редактор был вынужден написать, я взял тот редактор, который на нем был, на базе этого редактора написал себе мехматскую систему Микромир и до сих пор пользуюсь. Ох ты, ага. Да, я прошел мимо совсем, то есть программирование, но вот один, не знаю, раз, у нас был предмет программирования, его вял Лебедев. Я должен был его сдавать. Я должен был его сдавать, нужно было, чтобы программа, в общем, как тут на теоретическом, вот все равно я, нужно было, чтобы программа работала на компе, обязательно, да. А я ему доказал математически, что она будет работать и все тут. И вот, как бы, я говорю, ну посмотрите сами же, все же, все очевидно, все. У меня же доказательства. Да, у меня есть доказательства, да. И так я и мимо, один раз в жизни так я написал, по-моему, одну программу за всю жизнь. Это в школе Шень меня все-таки заставил написать программу на Паскале, которая вычисляется в катариал. И я ее написал. Это не просто взять и повторить от И равной единице до Н равного 100. В смысле, от И равной единице до 100 умножения предыдущего на И. Нет, там не влезало. Что не помещалось, надо делать длинное решение. Да, 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 да. Вот, но вот, как бы, это не было сложно, безусловно, но он не давал мне есть, пока я это не сделаю. Он меня запер у себя в комнате и сказал, вот, ты получишь еду, гречка тебя ждет. Ну, и тогда я от тебя отстану. И вроде отстал, да. То есть, вот, одну программу за всю жизнь буквально написал. Все, я утерпеть его не мог, это программирование. Я не знаю, что происходит. Почему так получается? Вокруг меня куча отличных программистов. Мой сын обожает программирование, он все время покирит. Вот, а я как прошел, так, видимо, и уже никогда не стану программистом. Вот, потому что... Ты уже, ну, заперс, ты уже опоздал. Да, в этом возрасте... В этом возрасте все, кто программирует, они уже соскакивают. Уходят на руководящую должность, как бы. Ну, по идее, уже, да, уже непонятно зачем. Ясно, что программистов в мире предостаточно. А популяризаторов в математике не очень много. Так что, наверное, я уже никуда не денусь с этой траекторией. А у меня была, как бы, там, превалиция. Я был программистом, потом я подался, ну, как бы, там, математиком. Потом подался в программистов. Так. После программистов я подался в системные администраторы, которые настраивают операционную систему и ничего не пишут. Потому что меня занесло в мир Unix. Это многопользовательская операционная система, которая собрана, как из кубиков, из кучи уже готовых программ. Там простенькие правила, которые тебе позволяют брать две-три программы, вместе их лепить. Одна делает вот это, другая вот это, другая это. И вместо того, чтобы все писать самому, видишь, говоришь, вот это может делать ноги, вот это руки. Значит, что нам еще нужен? Корпус, вот третья программа. Вместе лепишь, сосны, прописал палочкой друг к другу, и ты ничего не программируешь, потому что у тебя все есть. Бас, пожалуйте, Бритц, все дописано на нас, ты просто из кубиков собираешь, как из этого, из Лего или в Майнкрафте строишь любые конструкции. Это настолько как бы... Я не знаю даже, что такое Майнкрафт, если честно. Отлично, спросил детей. Ну да, действительно. Это один не мис. Я слышал слово очень много раз. Но, значит, фишка в том, что эта штука возникла в 70-х годах операционной системы генетики. Вот эти кубики, которые там написаны, они все написаны уже блестяще. То есть там вылизаны алгоритмы, там все, что можно умного в них сделать, оптимально, уже сделано. Если тебе нужно, например... 50 лет назад? Да. Если тебе нужно, например, сделать какую-то штуку, посчитать, обработать и так далее, ты можешь написать код, который все это делает. Код будет неоптимальным, если ты не гений и плохо обучался и все такое. Когда ты делаешь из этих кубиков, каждый кубик идеален. У тебя только на входе преобразователь. Это настолько завлекло и влекло, что все сделано для нас, а ты компону. Или настроешь, чтобы все это было, что я бросил программирование. Занимался только системным администрированием. Ух ты. А потом уже на фоне этого системного администрирования пришел мир сетей, Юникса, интернета, где мои первые веб-серверы были сделаны из этих же кубиков. Ага. Вот. Но тут-то выяснилось, что да, идеальные кубики есть, но на каждом стыке у тебя есть передача отсюда взять сюда. И она тебе добавляет нагрузки. Если ты их делаешь 10 штук, чтобы получить то, что там нужно. Как в анекдоте про чайник, да, что нужно сделать, чтобы его вскипятить. Поставить на плиту? Снять с плиты, вылить в воду. Вылить в воду, а дальше предыдущие действия. Да. А дальше задача сведена к предыдущей. Да. А вот на фоне этого сведения к предыдущей, оно как бы там стало работать плохо, и мне опять пришлось программировать, но уже не для программирования, а для веба. Я же помню. Я бы программировал, я по-моему лет 5 в общей сложности, с 94-го года по 2001 и для 2002 я занимался интернетовским вебовским программированием. Даже больше. Потом кончилось, потом перестал программировать. А что, с 2002 года ты что делал? Я начал учить. Учить? Да. Программированием или нет? Юниксу. А, Юниксу, да? Базовым данным, а потом я начал учить всему, чему это со мной. Это так прикольно, увлекательно. И сейчас ты преподаешь? Да. Какой-то отдельный собственный проект или ты в рамках чего-то? Нет, меня нанимают преподавателем, я учу. У меня учебный центр, который говорит, слушай, надо вот, платим много денег, нужно прочесть курс такой. Умеешь, я говорю, когда сдавать, когда учить? Ага. Через две недели. Ну, значит, они всегда… То есть это учебный центр, твой собственный? Нет, не мой центр. Ну, как бы там, меня наняли учебный центр. А, нас наняли в учебный центр и там… Я там преподаю. Есть любимые предметы, есть любимые системы, туда все время что-нибудь скинут новое. Круто, круто. Ты всегда держишься на топе вот этого знания по программированию, вот что происходит с чем? Не программирование, а именно системного софта. А софт все время меняется, выполняется, приходится выкидывать старый, вводить новый. Если поставить учебники, по которым я преподавал, они где-то метр четыре займут вот так вот. Опа. Ну, слушай, тебе нужно читать курс пять дней. Пять учебных дней – это 80, это 40 учебных часов. Ты все время говоришь, показываешь и рассказываешь. Под это делал вот такой вот учебник. Страниц 800, наверное. На английском языке ты берешь, разбираешь, изучаешь, потом своими словами рассказываешь. Курсов в общей сложности аж только 20 разных знаю. И каждого из них имел версии. Один, три, пять, семь, десять. Домножаешь на это все. Да, это круто. Получается много книжек. А как ты себя чувствуешь после пяти дней подряд по восемь часов? Я вот провожу такие двугневные курсы в Сбербанке, я мертвый после них, просто мертвый. Вот восемь часов, один день, восемь часов, второй. Ты мертвый знаешь, когда я мертвый. Ты мертвый в пять вечера, когда кончил. Ну да. Дальше ты сел, пофигачивал на электричке домой, приехал домой. Ты тоже не мертвый, ты поел, ты уже живой. Нет. Я потом несколько дней мертвый. Ну, это все-таки, насколько часто ты преподаешь. Ну вот эти два дня у меня происходят несколько раз в год. Ну вот, наоборот, я готовлюсь к ним. А у меня эти пять дней происходят 40 раз в год. Оно как-то тренируется. Ну, наоборот, у меня такое ощущение, что у меня с каждым годом, как бы я все меньше могу за два, слушай, надо же. То есть, вот так вот ведешь прям вот невероятно. Нет, очень приятно рассказывать старый курс, который ты сам знаешь. Это очень приятно, потому что ты там не только знаешь, пока ты рассказываешь много раз, ты ловишь там детальки, подробности. Они у тебя в голове укладываются вместе, и ты наконец начинаешь понимать, про что ты рассказываешь. Когда ты все понял про это, ты можешь рассказать под любого ученика вот именно то, что ему там достаточно рассказать. подстроиться и рассказать, особенно если он тебя спрашивает. А сколько народу слушает? Ну, от трех до пятнадцати. А, чуть меньше, да, у меня 25. Знаешь, анекдотично, когда к тебе приходит один вот этот вот. А, и все равно, да, курс состоится, да? Курс все равно состоится, человек денег принес, а тоже будет отказываться. Плохо, когда ты курс считаешь первый, второй, третий раз жизни, ты его сам еще не очень хорошо ориентируешься, есть какие-то там темные места, которые ты можешь просто не понимать. Конечно, нормальный преподаватель умеет эти темные места обмануть, обнести, ну, конечно, это понятно. объехать на кривой кобыле, но самого тебя это раздражает. А вот когда хороший курс, то ты его не сайд. Хорошо знаком, я очень хорошо знаком с этим уникальным. Да. Самый у меня веселый случай был, когда я вот пришел на курсы, на правильных курсах, ты сперва учишься, слушаешь, понимаешь, тебя учит другой преподаватель, а уж потом ты начинаешь все это дело пересказывать. И вот мне однажды сказали, приходи, будут рассказывать кластер дековский. У фирмы дек когда-то была шикарная операционная система, декюникс, у нее был шикарный кластер дековский. Типа, приходи, мы преподаватель валят, уходят там куда-то на повышение, тебе отдаем его курс. Он тебя вот последний раз в жизни научит, ты послушаешь, и дальше будешь ты. Вот приехал я на этот курс, приехали другие ученики, сели мы в класс и ждем на столе. Вот компьютер преподавателя, сейчас он придет, вот наши учебники лежат. Преподаватель не приходит. Мы час подождали, позвонили, спрашиваем, где преподаватель? Говорит, а он в Красноярске, ему никто не сказал. Отлично. Отличная мысль, я считаю. А люди уже есть, вот они. Они просто сидят и ждут. Мне говорят, ну, слушай, ну, давай ты. И вот у меня был шанс получиться этому штуке, но вместо того, чтобы учиться, я поменял место, сел на преподавательскую. И как в анекдоте, кто первый надел халат, вот тут вот, кто первый. Я пошел этот курс рассказывать, всем понравилось. Да, крутяк, крутяк, крутяк. А походу ты до сих пор ходишь, или сейчас уже не очень? Последний раз поход всерьез я ходил где-то в году, наверное, примерно так в 2000-м. В 2000-м году? Да. А, то есть очень давно. Это был такой очень веселый поход, я там чуть не потонул насмерть, все равно бабушка. Такой занимательный был выход. Это не полуметели? Все, я понял. Я сразу понял, я знаю эту историю, я про этот поход слышал, да. Мы ходили на полную в 2001-м, когда было очень весело все. И все вспоминали, что это было. И все вспоминали, там были люди, которые были в предыдущем походе. А потом как-то я завязал, у меня там дети родились. Там было что? Обошлось без трупов вызывался. Да, оно самое. Потом я развелся, там меня моя новая жена будет получено развела, я ушел к ней. Сколько у тебя детей? По разным системам отчетов от трех до четырех. Ну, как бы там официально четверо, а так трое. Понятно, то есть усыновленный один и трое своих? Усыновленный, трое своих, из которых троих своих, значит, один прошлый. Поэтому мы считаем троих, с которыми живем, или троих, которые мои родные, или четверо, которые у меня записаны. Я понял, да. Нет, ну, всех нас считать, да. Всех нас считать, да. С тех пор я с походами как-то подзавязал. Единственное, где-то в году 2014, по-моему, со старой командой, которую вот когда-то мы решили обновить, и пару, или два, или три раза я сходил в поход, можно сказать, в неисторические времена, сейчас. Это было немножко матрасное, немножко... Строишь файдарку, катамараны, плывешь, и вот... Ммм, я-то нет, я-то уже очень давно не ходил. Ну, то есть я в пешие, в пеший поход настоящий, вот, которым ставят палатку и идут. Я ходил, наверное, в 2013 году с женой и с другом, который уже погиб на Памире, к сожалению. А я, наверное, в 2016, или в 2017 даже считаю, А потом мы только, да, ставили палатку... Почти вот только что. Да, круто, круто. Нет, я давно не ходил, как-то сейчас жизнь уже стала такая, очень напряженная и насыщенная. И я выбираюсь на один день. Я хожу с группой Дмитриева, но это ты знаешь. А с Афанасом, кстати, ты хорошо, да, знаком? Ну, вот, кстати, в последнем походе... Как раз с ним, да? Нет, не с ним. Афанас тоже бросил походы. Афанас не ходит в походы. Но он еще как руководит группой Сафронова, по сути, да? Нет, он бегает. Он бегает, да. Это разные вещи. Он бегает, бегает на лыжах, он бегает, бегает пешком. Мы пошли в поход и плыли на байдарках. Афанас там куда-то приехал на поезде и побежал. И побежал. И вот, значит, где-то мы там должны были пересечься на реке. Он типа до нас добегает. Круто, круто, круто. А мы дальше поприли. Я тоже стал так вот на один день, как бы на один день. То есть я хожу с Дмитриевым, иногда сам хожу, но так один день полный. Так как бегает Афанас по 200 километров за это самое, это не мой стиль. Это нереально. Это не мой тоже, он очень, очень, очень... Ты садишься в байдарку, отталкиваешься от берега, кричали, зачем грести-то? Почему мы ходим на бурные речки? На бурных речках надо грести назад, чтобы не очень быстро и не очень страшно. Но вот как-то назад физически комфортнее психологически. А Карелия-то где? Это 14-й год. Это какой поход? На какую реку был? Керить, наверное. А, Керить. Это была Керить. Ходил на Керить. Правильно, да? Мы выплывали в море. Мы выплывали в море. Порской порог. Вот там у нас это самое... Тюлень, у кого в нашу байдарку перевернулся. Поскольку у нас полуматрасный был заход, наши отцы-командиры сказали, ну, типа, по морю дальше на байдарке надо еще плыть километров 20. Да, до Чупы. А давайте катер наименем. 25 или 27, наверное. И мы подрядили какую-то моторку, которая нас всех построила на веревочку. Значит, до нашего острова, на который мы хотели, она нас просто отвезла. А потом, через 2 или 3 дня, к этому мосту пригнали настоящий морской катер. Мы уже с рюкзаками в него загрузились, и он нас вывез на море. Это вот сейчас так ходят читеры взрослые. А мы шли в Чупу. Мы шли в Чупу, но пролом через море ночью, всю ночь. Ну, ночью, подниму, такая же была. Вот так примерно, как сейчас, да. Там ночью выглядит все. Хорошо, что солнце село. А то ведь не знаешь, когда ночь. Да, да, там долго мы не поймем, но все-таки нет, все-таки в этом месте можно, конечно, понять. Ну, вот так, вот сейчас, вот сейчас. Примерно как было все ночью. И к утру мы приплыли, приплыли, сели на 7-часовой утренний поезд в Москву. Ну, и там как-то дрыхли там, кто как. Вот. Ну, афанас бросил туризм, бегает. Ну, один из трех знакомых мне лично парашютистов, живой, не убившийся, все такое, после нескольких тысяч прыжков бросил парашютный спорт, там, занимается бизнесом, IT и всем вещами. Так вот, Севашават сейчас бегает и не так, как афанас бегает по 200 километров, он бегает по 200 метров. Ему сколько лет? Полтинник. Полтинник, он бегает 200 метров на хорошее время? 200-400, Ну, то есть он бегает 400 километров. Как можно бегать быстро в нашем возрасте? Я понимаю, как бегать долго. Ну, вот есть вот такие вот. Ну, он прям спортсмену бегает? То есть он, как бы, он такой, бывает в современном спорте есть ветеранство такое. Это когда старые перцы, старперы, из которых кусочек сыпьется, вдруг решают, что они спортсмены. А поскольку молодежь их всех сделает во много раз, то они себе делают отдельные забеги. Ну, 50 плюс, да? Да, 50 плюс, там, 70 плюс, 80 плюс. И они отлично бегают на эти скоростные места. Самый этот 85 плюс, по-моему, есть, да? Вот мне Шварц рассказывал, что всемирный какой-то. И знаешь, какой результат чемпиона мира на 85 плюс на марафоне? Мы с тобой не догоним. Часа три с половиной, наверное. Да, 3.50. То есть я не бегаю так марафон. Афанас, кстати, не бегает так марафон. Мне кажется, Афанас, если бы тренируется, он с трудом укладывается в 4 часа. И все, что быстрее, считает супер достижением. Я настоящий марафон, вот прямо вот по зачету никогда не бегал, но дистанции похожие на 42 километра, несколько раз бегал, ну, как бы дружеские. Ну, да, там 4,5-5, это никак не меньше, вообще никак. То есть видно по... А спортсмены бегут за два? Да, спортсмены за два, да. Это какие-то роботы, биороботы или что-то еще? Десяточку, ой, сейчас двадцатку, да, двадцатку за час сорок шесть, наверное, я осиливал в хорошее время. Сейчас из двух, если вылезу, буду считать, что это хорошо. Да, двадцатку. Ну, я тоже попадался в спортсмены, теперь я опять фехтую, опять же, вот с этими любителями. О, с 50+, да? А там, ну, во-первых, есть фехтование 50+, которое очень просто. Ты приходишь, где просто все любители, и фехтуешь со всеми. Но ты их мочишь, да, всех, в принципе? Нифига, я второразрядник, какого там, дай бог хоть кого-то выиграть. Вот, но все равно очень бодро, а потом после того, как получают результат, ну, там, расставляют всех по местам, потом вот из этой общей расстановки вырезают 50 отдельно, 60 отдельно, 70 отдельно. Да, понятно, понятно, да. Каких-то на ориентировании тоже там 45+. Вот, ну, ты знаешь, бойцы, которым за 50, они бывают те, как я, 40 лет назад бросил фехтование в детстве, даже до университета на уровне второго разряда, сейчас просто туда вернулся. А есть те, которые бросили фехтование, например, 25 лет назад на стадии мастера спорта, или там, мастера спорта международного класса. А сейчас, прикинь, они все называются ветераны от 50. Да, и они фигачат совсем круто, да? Они, да, с ними многому научишься. Это самое... Вот, плюс есть спортсмены, которые уже только что завязали, они там тренируют, в общем, там своя собственная жизнь. В общем, Леша, я серьезно там... Да, это очень интересно. Это, если хочется хотя бы почувствовать, что это такое, мы тебе урок дадим. Приезжай, приезжай сам, а если есть кого-то, то привози кого-то. Спасибо огромное. Я приглашаю, очень благодарен за приглашение. И действительно, я думаю, что мы как-нибудь соберемся, возьмем приборы, поставим и тоже, значит, запишем это, так сказать, качество прикола в Инстаграм, куда-нибудь себе. Впервые в жизни меня сунули в трубу, вот тут впервые в жизни дадим шпагу и саблю попробовать. Да, в детстве мы делали так. Мы брали ивняк и, ну, фехтовали, да, в 9-летнем возрасте ивняком. Ну, понятно, ничего не означает, да. Ну, как бы, там все по-другому. Я вот с парашютом прыгал 3 раза в жизни. Там оттуда все по-другому и свои ощущения. Здесь абсолютно другие ощущения. Ну, как бы, в парашюте главная задача заставить себя выпрыгнуть в эту дверь. Да, я понимаю, хотя я ни разу не прыгал. Нет, вот тут ты входишь в дверь. Да, вот. Все, пошел? Тут у тебя полы есть. Да, полы есть, да, тут действительно. А в самолете, когда ты входишь, у тебя дверь вниз, а там вот это вот пространство и бездна. И выходить туда, несколько другое ощущение. Выталкивают, да? Хитрый инструктор, как бы, инструктора же, они себе работу облегчают. Они учат, что-то, чайников, которые кидают в первую жизнь. Встаньте вот так, говорит он. Типа, это будет повышать аэродинамику. Так. Нифига, это не улучшает аэродинамику. Нет, это просто, если ты, когда держишь руки так, ты за дверной проем не цепляешься. А если ты расперся в дверном проеме, то выдергивать тебя очень сложно и тяжело. А бывают такие, которые просто так и не прыгают и возвращаются на землю на самолетах? Ты знаешь, опять же, у инструктора, как бы, если он привозит человека вниз, это, ну, не то, что позор, но коллеги засмеют. Там, поэтому у паршютистов есть свои байки, которые, конечно, байки... Не верь байкам, но байка выглядит так, например, байка про ленивого инструктора. Вот у него выходит новичок, расперся в двери. Он говорит, не хочешь? Ну, ладно, все, как бы, не поедешь. Вот, видишь, я тебя отстегиваю, значит, делает рукой вот так вот, чувак расслабляется, снимает руки с этого самого, а он у него с парашюта не отстегнул его от самолета, а отстегнул его медузу и бросил ее в дверь. А вытяжной парашют, он такой, как бы, полметра клада. А что за медуза? Ну, это вытяжной парашют, который основательно... Он его кидает в мир, кидает потоком, и дальше нашего расслабленного человека выкидывает в эту самую систему. Я не знаю, когда, хочешь верить в эту историю или нет, но... Мне всегда было интересно, потому что, ну, я, как бы, я видел одного человека, как он отказывался... Вот мы были... Ну, я не буду называть, чтобы никого не обижать, там, ну, просто один знакомый, да, человек. Он отказывался сходить вот с этими... Альпинистская подготовка была, нужно было вниз по вертикальной, как бы, ну, по вертикальной поверхности. На дюйферес. Нужно было, ну, да, нужно было просто вот отскочить назад и упасть в эту бездну, но, на самом деле, ты... Вот, и чувак просто говорит, ну, я просто не пойду, и все. Вот, и он встал в ступор, и все. Я не помню, чем закончился, может, он все-таки его как-то уговорили, там... Или его все-таки спустили, или все-таки его обратно. Ну, как-то... Он там не замерз, да. Я помню, что мои собственные ощущения, что вот я сейчас должен оттолкнуться, я прилечу вниз, в общем, там очень глубоко. Вот на первом прыжке в парашютке, вот этот вот выход в дверь, это... Ничего, я оттолкнулся, да. Да, это очень бодрит. Потом... Потом их опять разрешает класть руку на дверь, потому что, на самом деле, рука нужна для того, чтобы не просто выйти, а выйти сразу параллельно развернувшись по потоку. А-а-а... А для этого ты должен толкаться одной ногой, второй рукой там как бы выдерживаться и выходить на это самое. Ага. Вот. То есть все меняется. Все меняется. Я не рад, что не прыгал. Но есть еще чистерство, когда тебя пристегивают на тандем, и выходишь не ты, а твой инструктор шагает, и ты как бы там, как суцик, под ним висишь. Все. Но вот в первом прыжке главное, собственно, прыжок, и то, что ты выходишь не сам, ты наполовину себя обкрадываешь вот этим ощущением преодоления. А-да-да-да. Шагов вперед. Тебя сами выкинули, да. Ты получаешь падение, ты получаешь невесомость, вот этот ветер в лицо ты получаешь. Но своего собственного... Преодоления себя не получаешь. Своего собственного шага в эту дверь ты лишаешься. А потом дальше это будет уже другое, как бы ты это проехал и пропустил. Поэтому... Да, вот ты в следующий раз знаешь, что тебя ждет. Прересть круглого купола, она в этом. Ты все делаешь сам. Сам выходишь, сам считаешь, сам открываешься, сам садишься. Вот. Да. Да. И это ты повторить уже не сможешь никогда. Первый прыжок, он абсолютно отдельный. У тебя, кстати, есть шанс. Он у тебя в кармане, твой первый прыжок. Впереди. Так, как бы это сказать? Как там? Бери не тандем, бери круглый купол. Хотя, Вадим, тебя скажут, что это... Как соберем? Фухнем по-любому. Фухнем по-любому. Фухнем по-любому. Фухнем по-любому. По-любому прыгнем. Арманы в тандеме прыгнем. Первый раз нормально прыгнем. Как бы... Охищение изменения. Правда, помни, первый шаг в эту дверь ты на тандеме пропустил. И я понял. Пропустил. Ну, я не знаю. Я, наверное, все-таки... Ну, я, скажем так, в данную секунду, мне кажется, что я подожду, пока все дети немножко подрастут. У меня однажды дети вдруг начали прыгать. Они занялись военно-патриотическими прикладными видами спорта, бордобоем и прочим. О, нифига себе. Там в какой-то момент повезли прыгать. И у меня старшая дочка 12 прыжков, младшая там... Несколько прыжков. Он был маленький. А сколько возраста какие у детей? Двадцать пять, двадцать один, восемнадцать и пятнадцать. А, мы уже взрослые все. Ну, как бы все это почти... У меня самый старший мой. Такой же, как твой самый младший, точнее, чуть-чуть старше. Вот, Мишка. Да. Ну, шестнадцать. А можно сперва выпрыгнуть круглым куполом сам, а потом следом на тандеме. На тандеме, зато ты падаешь с четырех тысяч метров и падаешь... Сколько там? Минута летит, примерно? С сколько? Пятьдесят. Ты будешь минуту падать. На круглом куполе ты ничего падать не будешь. Ты вылетишь, когда придет вот так, вот это самое. А, кстати, сильно ли удар, когда вот он раскрывается? Ты это все не воспринимаешь. У тебя вот просто вот так... Болтает, болтает. Вот так вот крутится, а потом ноги твои, самолет улетающий над тобой, опять воздух, небо, земля. А потом бац, и вот купол раскрылся, и полная свобода, тишина и абсолютный покой. Который, опять же, и никого... Ты же по ветру летишь, поэтому... Ветра нет абсолютно никакого. Купол круглый, у него нет набегающего потока совсем. И ты один, и в мире никого нет. А если рядом кто-то летит, ты им говоришь, эй, привет. Там в 20 метрах от тебя, или там в 50, где там другие. Ну, эй, привет. Но это в разных мирах, нахуй. А бывает, что удаляются парашютами? Ну, чайников, в которых кидаются, они не смогут. У них очень медленные парашюты, их разносят на большой дистанции. А потом нужно приземляться. Вот приземляться надо... Вот я всегда... Меня учили, что очень больно, что эта скорость очень большая на самом деле. Ну, считай, вниз 5, вперед 2, по-моему, или 1. Так, смотри, какой... Если вообще не тратить, ведь и дейт-катюр... Ну, если дейт-катюр, у него своя там 2,5. Ну, значит, 2 и 5, вот так вот. Смотря как в управлении ветер. Ну, да, да, да. Нет, ну, как бы собственно... Встречный, то 0. Ну, понимаете, собственная скорость. Вот, соответственно, считай теорему Пифагора и считай то самое. Ну, 5 метров в секунду, прыжок с одного метра. Ну, вот... Вот с этой стомбочки прыгаешь. То есть это фигня тогда, в принципе. Это не фигня, ноги ломают только в путь, потому что не координируют и ставят одну. Я говорю вот так вот. И тут приземляться, еще... И еще нагнешь, и будешь... Четко раз выкрывался и упал, да? Ну, если там все перси. А так составил ножки вместе, запружинил. Тебя просто как бы об эти ноги на этой скорости ты переквырнешься, упадешь, ну и пофигу. Опять же, первый раз твоя задача ничего не сломать. Ну, в общем, этого делать все равно не стоит. Прыгни нормально в тандеме, кто будет в пол. Вот, а внизу тебя ждут парники, соседские дачи, линии электропередач. Когда-то на неуправляемых. Ну да, а в тандеме можно на стычных рабов приземлиться просто. Ну, на стычных, ну вот, к ногам... Читерство, короче говоря, читерство. Прыдешь не сам, инструктор везет. Вот как здесь, да? Много ты летал? Нет, прыжок в тандеме это аттракцион. Это аттракцион? Это аттракцион. Это лепут. Ну, в полном усилии. Ну, зато ты там имеешь немножко читерский минуту свободного парения. А второй, третий прыжок сам прыгнул. Как? Помогает? Или наоборот? Первый сам, потом тандем. Нет, можно. Я сам начинал. В советское время мы все так начинали. То есть я ходил в ворокул, месяц занимался. Потом прыгал с круглым парашютом. Расположение. И прыгал с ним 50 прыжков. Потом с другим круглым парашютом, там, щелевым. Еще 100 прыжков. Потом, да, там, 15-й, неважно. Потом крылья. То есть это вся была такая старая советская школа. Спасибо огромное, Максим. Наконец мы лично познакомились. Вот. Значит, еще раз представляю. Забавный повод очень. Очень, да, забавный повод, что мы встретились в самой большой москве. Трубе. Это действительно самая большая труба? Самая большая в Москве труба. По диаметру. По диаметру. Вот. Ну и, собственно, еще раз повторяю, что это Максим Машков. Это основатель первой в России электронной библиотеки. Вот. Так что прошу любить и жаловать. На самом деле не первая и не единственная. Не первая и не единственная. Не первая и не единственная, да. Но на самое известное. Всего вам счастливо. Дорогие друзья, классная доска, правда? Так вот, огромное спасибо всем, кто стал нашими патронами. Ибо эта доска снимается на средства Патреона. А те, кто еще не стал, мы всех приглашаем встать. Записывайтесь на Патреон. Патреон. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...